Добрый день, дорогие телезрители, и с вами снова я, ваш личный экскурсовод Дмитрий Гришечкин. Наша очередная историческая прогулка сегодня будет посвящена проспекту Буденновскому. Сейчас я нахожусь на Комсомольской площади в самом конце проспекта Буденновского. Отсюда мы и начнем свое очередное небольшое путешествие. Стоит рассказать, что это место в дореволюционные времена называлось Ростов-гора. А уже в советское время, после войны, это место переименовали в Комсомольскую площадь в честь героев-комсомольцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. А бывшую когда-то Ростов-гору украсил памятник, также посвященный подвигу комсомольцев. Позади меня находится областное училище Олимпийского резерва. Это донская кузница олимпийцев-спортсменов. За годы своего существования она выпустила многих олимпийцев, награжденных различными медалями. Свою историю училище начинает в 1971 году. Правда, тогда оно находилось не в этом самом месте. Сюда оно уже переехало в 1989 году, когда была перенесена из этого здания школа-гигант номер 10, а сюда поселились олимпийцы-спортсмены. Также маленький интересный факт, но в послевоенное время в этом самом здании находилось фактически на протяжении 10 лет еще и военно-инженерное училище. Продолжение следует... Мы находимся в парке строителей. Этот зеленый уголок посреди ростовских каменных джунглей был отмечен на карте города еще в 1909 году. Тогда он назывался как Новопоселенский сад. Самое интересное, что на тот момент, в начале 20 века, в городе всего существовало два городских сада. Это Центральный сад, ныне парк Горького, и Новопоселенский сад, ныне это парк строителей. Парк существует, как вы уже поняли, более чем 100 лет, и за это время в нем произошло множество изменений. Так, когда-то здесь был и театр, и большая сцена, но все это со временем сгорело, и здесь заново не появилось. Долгое время, даже еще в Советское, парк был заброшен после того, как отсюда ушли военные. Парк принадлежал штабу Северокавказского военного округа. После этого парк находился практически 10 лет в запустении. Его опять восстановили. Установили уютные лавочки, постелили тротуарную плитку. И сейчас этот парк остается также небольшим зеленым островком посреди Ростова. Северокавказского военного округа Уже практически в современное время центральный вход в парк строителей украсил памятник непосредственно строителю-созидателю. Буквально напротив парка строителей находится ростовский виноводочный завод. Его история начинается аж в конце 19 века. И за всю эту историю он выпустил немало своей известной продукции. Но, к сожалению, в наши дни завод фактически оказался банкротом и подал документы на ликвидацию. Дальнейшая его судьба не очень-то известна. Но есть один небольшой примечательный факт. Если внимательно обойти вокруг завода и обратить внимание на его стены, то в некоторых местах можно обнаружить даже следы от пуль. Времен боев за Ростов в годы Великой Отечественной войны. В 30-е годы на пересечении Буденновского проспекта и улицы Красноармейской появляется гостиница. Создание гостиницы поручили ростовскому талантливому архитектору Леониду Эбергу. И он с заданием справился. Гостиница была выполнена по всем международным и мировым стандартам, став ярким украшением нашего города. Гостиницу наименовали Ростов. К сожалению, в годы Великой Отечественной войны это здание оккупировали немцы, как и весь город. В здании расположился солдатский дом и на протяжении всей оккупации, точнее двух оккупаций Ростова, в этом здании проходили немецкие кутежи и гулянки, где отдыхали, в общем-то, солдаты Рейха. При штурме Ростова и освобождении его в 1943 году здание значительно пострадало. И долгое время после войны оно находилось в полуразрушенном состоянии. Его восстановление закончилось только к 60-м годам 20-го века. Восстановлением гостиницы Ростов также руководил ее создатель Леонид Эберг. К сожалению, буквально в наши дни гостиница потеряла свое историческое название. Сейчас именуется совершенно по-другому. Но я искренне верю, как и многие горожане, что историческое название гостиницы Ростов вернется когда-нибудь. Первый ростовский цирк появляется еще в начале 20-го века. Однако своего постоянного места проживания он не имеет. Этот вопрос существует до конца 40-х годов. Тогда Ростовскому цирку негде было вообще приютиться и было решено построить для него основательное и капитальное здание. Место под здание выбрали на пересечении Горького и Буденновского проспекта. Ранее на этом самом месте, где стоял цирк с 1902 года по 1942 год существовал театр Машонкины. Но однако он сгорел и на этом месте решили построить здание цирка. Строительство непосредственно началось в начале 50-х годов. Было окончено 1 августа 1957 года. С этого момента здание ростовского цирка стало самым большим не только в стране, но и во всей Европе. Однако впоследствии подобные учреждения по всему миру стали строиться больше и намного лучше. Но издание нашего цирка также остается по-прежнему прекрасным и удивительным. Всем рекомендую сходить в цирк! Наш город посещали и работали в нем многие выдающиеся русские ученые. Среди них был и Александр Степанович Попов, основатель радио. Дело в том, что его памятник, возле которого я нахожусь, появился в Ростове не случайно. И вот по какому поводу. Раз Попов после изобретения своего радио впервые решил его испытать в нашем с вами ростове на Дону. Тогда он установил на берегу Дона небольшую радиорубку, из которой шел радиосигнал. А принимать его должны были на одной из барж, которая шла по реке Дон. Этот сигнал был успешно принят. И тем самым первый радиоэфир в мире состоялся именно в Ростове-на-Дону. Первая часть нашего небольшого путешествия по Буденовскому проспекту закончена. Ну а с вами мы увидимся ровно через неделю и продолжим гулять по Буденовскому. До встречи на следующей неделе. С вами был ваш личный экскурсовод Дмитрий Гришечкин. А все выпуски нашей программы вы можете найти на портале rostovlife.ru. Пока!